В общем, коротенькое видео. Давным-давно я нашел два спектрума. Поселок авиационный, город Хульяновский, естественно. Я все еще здесь живу, никак не съеду. И, в общем, выставил я на Авито буквально в 5 утра. Сейчас уже полодиннадцатого. И долго она у меня пропылилась, провалялась. Я думал, сделаю видео. Потом на это все забил. Вот второй лежит. И их покупают. Пусть я где-то примерно 4 часа сначала один, потом второй написал, забронировал. Думаю, ну ладно. Я даже не против. И такие вещи покупают, оказывается. Вы представляете себе? Ну да, конечно, это не в коллекцию. Ну вот, вроде более-менее состояние. Там, по-моему, даже платы и не ковыренные, и не паянные. Как вот я их нашел без зубов, без клавиш. Так они и это... Ну я сегодня на всякий случай их разобрал. Посмотрел, все ли на месте, потому что они были стырены у меня из кибитки. Радио 86 РК пропал. С концами это понятно. Он был вообще в масле, в пленке. А вот эти, ну, просто нашел я на... И думал, про них контент какой-то сделать. А вот контент такой, что я их продаю на Авито. Вот это видео, наверное, выйдет, когда уже все это дело отдойдет покупателю. 4 тысячи рублей за вот эти два. Прикольно. Надо чаще по заброшкам ходить. Вот именно поэтому я не выкидываю, если мне с Алиэкспресса пупырка придет, еще что-то, я оставляю. Зачем? А затем... Вот это коробки из-под пиццы вдвое сложенные. Вот они. Да? Ну, эту сторону мы не берем. Мы друг к другу вкладываем, а тебе крышки ложим сюда. Тут в процессе, в общем, друг на друга поставим. Надо будет между ними еще что-нибудь проложить. Ну, я, в принципе, их нормально замотал так. Одна пупырка. Вот. Не надо выкидывать пупырку. Пусть она у вас лежит. Все равно она пригодится. Зачем портить природу? Зачем портить себе нервы? Вот. Пригодилась. Реально. Вот эта куча, если мне... Ну, что-нибудь еще кто-нибудь у меня закажет, то, конечно, пригодится. Главное, скотч, конечно. И ножницы лучше иметь диспенсер. Даже пакетик нашелся. Хороший. Я кассету туда засунул с программами. Не картридж, а кассета. Фух. Ну, вот. И весь материал практически ушел. Я в этот раз, так вот, посылку дороже, вторично использовал материал от упаковок, который я получил ранее. Вот. Стретч я использовать не стал. Это вот у меня обрывки тут какие-то остались. Сазона присылали мне всякое разное. В общем, чтобы не бультыхалось оно. Пассета здесь, спеки здесь. Еще между ними прослойку бахнул. В общем, ничего не должно сломаться. Наверное, если ее не будут пинать или под камаз кидать. Сверху вот так вот накроем. Вот так раз. Можно даже скотчем приляпать, но лучше не стоит. И сверху это дело накрывается вот этой картонкой. Ну и все. Ну вот и все. Сверху одну коробку из-под пиццы, крышку в дно Херакс. И все. Что тут упаковывать-то? Подумаешь. Как-то так я все посылки упаковываю. Если у меня есть материал, если нет, то я леплюсь из того, что было. Кстати, коробка что-то из-под мороженого, что ли. Она вообще найдена в КБ. Я вот свою прошу. Я говорю, набирай коробок, набирай коробок. Переезд может быть скоро. Вот. Нужны будут контейнеры. Что-то ложить. Как-то ложить. В прошлый переездку мы кидали все мешки эти мусорные. Ну, конечно, они рвались и было не очень удобно. С коробкой как-то проще. А мешок он валяется по всему кузову, если это газелька, допустим. С коробкой проще. Тем более повторное использование. Зеленые технологии в ляха-муха.